Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и я рад приветствовать вас в очередном своем видосике. И в сегодняшнем видео мы будем делать обзорчик очередной раритетной колоды. Колода эта называется Bicycle Expert Back. Эти карты, насколько я знаю, сейчас уже не выпускаются, но вот волею судеб удалось мне раздобыть данные картишки. Давайте посмотрим, как они выглядят. Смотрите, карты эти сделаны такие, как будто бы повалялись в грязи, и на них остались такие вот подтеки. Итак, мы видим здесь давнее изображение пиковый мастик, не такое, какое сейчас. Но, собственно, женщина с мечом, щитом и оливковой ветвью здесь также присутствует. Далее, что мы видим? Мы видим надпись Bicycle, надпись Стандартные размеры, надпись Expert Back, то есть это карты именно так и называются. Ну и цвета, собственно, здесь одинаковые почти везде. Здесь надпись Heritage Series Made in USA. Здесь тоже Heritage Series Made in USA. И вот такая вот рубашечка на этих вот картах. То есть вот такой вот кружочек, и здесь дядечки такие вот на двухколесных лесопедиках такие едут. Вот такая вот колода, так она выглядит. Надпись Стандартный размер Heritage Face. Heritage, вот, кстати, я не в курсе, как переводится, друзья. Если кто-то в курсе, пожалуйста, подмагните и напишите коммент. Ну, собственно, на ярлачке, как обычно, надпись, что ничего нельзя копировать и воровать. Все является собственностью торговой марки Bicycle. Колода внутри пустая, ничего там нету. Собственно, вот так вот выглядит наша рубаха, наша коробка. Как обычно, здесь идут рекламные карты, да, то есть вот такие вот рекламные карты. Ну и, собственно, можно сразу посмотреть, как выглядит рубашка этих карт. Рубашка выглядит вот так вот размыто, да, что, собственно, добавляет нечестным на руку людям кое-каких преимуществ. Хотя, может быть, и не добавляет. Но, в принципе, при желании можно использовать, даже тупо, если перевернуть их. То есть вот так вот выглядят эти рубашечки, вот такие вот на них изображения. Итак, давайте посмотрим, что у нас. Ну, Джокеры, собственно, как и были Джокеры. Один Джокер гарантийный раньше такой шел, и второй Джокер обычный. То есть сейчас обычно печатаются два одинаковых Джокера, просто один черный, другой цветной. Гарантийный сейчас почти что нигде уже не печатается. Итак, собственно, давайте сравним то, что мы видим на пиковом тузе, и то, что мы видим на коробочке. Собственно, изображение пиковой масти и женщины на этой пиковой масти одинаково. Но, вот здесь что прикольно, надпись Bicycle сделана еще таким вот старинным шрифтом. И здесь мы видим надпись игральной карты UN, United States. То есть так вот прикольно сделано. US, Playing Cards. Что примечательно, кстати, у этих карт очень маленькие индексы. То есть изображение, вот эта буковка А и само изображение пикей, очень такое маленькое. То есть на современных картах идет покрупнее. Эти карты у нас были выпущены в 2012 году. Итак, далее что мы видим? Мы видим сами, собственно, картишки. Видите, как видите, они такие размытые, как будто бы грязненькие, какие-то потеки типа на них. Изображение, кстати, самих мастей, оно отличается от современных. То есть вы, я думаю, уже заметили, что пики нарисованы не так, как сейчас рисуют пики. Изображение старших карт. Лица похожие, но не такие, как на стандартах. То есть, в принципе, стилистика осталась та же самая, но сами изображения другие. То же самое здесь с тузом, с бубями. То есть бубновая масть по-другому немножечко сделана. Да, то есть, видите, старшие карты изображены по-другому. То есть направление взглядов и положение рук, в принципе, все осталось, но сами лица немножко видоизменены. Далее, крестовая масть. Все то же самое. То есть все то же самое. Червовая масть. Тоже, смотрите, все то же самое. Направление взглядов, все эти взгляд туда, взгляд сюда, рука здесь, рука там, меч тут. Но немножечко все-таки они видоизменены. И завершается вот туз пик. Здесь вот на одной карте, на одной карте, вот на четверке буби, попалось вот такое вот изображение, похожее типа как на остров какой-то. Я еще сначала подумал, что возможно эти карты это какой-то пазл, который можно попробовать сложить. Но я думаю, как-нибудь посижу, пособираю. Может быть, что-то и выйдет. Итак, что касается ходовых характеристик, друзья, то картишки по качеству, ну, те же самые байсиклы стандартные. То есть скользят хорошо, в меру жесткие. Получается с ними все замечательно. Всякие фаро, рифлы, все с ними идет ништяк. То есть раскладываются ленточкой хорошо. Вот так вот можно с ними поиграться. То есть и все эти вееры, все выглядит ништяк. То есть, пожалуйста, можно поделать. Поделать всякие флориши наши любимые, да, которые простые, которые я знаю. То есть, да, все с ними можете делать прям спокойно. Эти карты являются раритетом. Ну, в каком плане раритетом? В том плане, что, может быть, они и не совсем раритет, но нигде их сейчас таких вы не найдете. За исключением пары магазинов, включая, конечно же, магазинчик карт моряка. Ссылочку на эти карты я оставлю в описании. Если кого заинтересовал, то в магазинчике карт моряка вы можете купить эти карты. Ну, не только эти, конечно же, можете купить и другие. Вот такие вот картишки, которые называются Bicycle Expert Back, друзья. Ну, что ж, а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. И да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.